Иногда показывается, как вот иногда мотивы чисто личные, да, становятся потом для человека, оказываются полезными и делают его полезным для Бога, да. Вот Рейш Лакиш был в молодости, как говорил, разбойником по одной точке зрения, по другой точке зрения он был профессиональным гладиатором. Профессиональные гладиаторы, они не были рабами, да, они ходили, нагнимались в какие-то определенные, заключали контракты на играх, потом они совершали это, получали деньги, переходили в другое, даже были в другое место, были специальные, даже команды, бригады такого рода гладиаторов. И Рейш Лакиш однажды, значит, былся в озере, купался в озере обнаженное. И в это время там, на берегу, оказался Раби Йоханан. Это не Раби Йоханан бен Сакай, это уже позже было, да, я уже говорил, через 200 лет. И этот Раби Йоханан увидел, какой он крутой, да, накачанный, красивый, и разделся и тоже начал купаться рядом с ним. Но это был тоже красивый мужчина, но только другой красоты, еврейской красоты, естественно, без таких мышц, да. Вот, и говорит, ну ты, говорит, красавец. Говорит, эээ, говорит, а ты пойди посмотри, какая у меня сестра красавица. И пригласил его к себе домой. И когда Рейш Лакиш увидел, какая у него сестра красавица, он на ней женился. И для того, чтобы, да, жениться, ему поставил, так сказать, его, ну как он, ну получается, брат, брат, да, жены, да, поставил условие, что должен изучать Тору. Он начал изучать Тору, и таким образом эти два человека стали выдающиеся комментаторы Торы. Лакиш начал задавать многочисленные вопросы, завязывая дискуссии, в результате которой стороны приходили взаимоприемлемым решением. Раби Йоханан так привык к вопросам Рейш Лакиша, что без них ему было трудно учить Тору. Долгие годы совместной изучения Торы сблизили мудрецов. Но в старости между ними вспыхнули разногласия, и они отдалились друг от друга. Но весть о смерти Рейш Лакиша причинила Раби Йоханану жестокие страдания, и ученики безуспешно пытались утешить своего учителя, и он умер. Это произошло в 279 году. Следующий был ученик Раби Йоханана Элазар бен Педат. Чего? Это не то, что вы думаете. Это слово педагогика. Язар бен Педат. И другие, типа Рами, Раби Ами, Раби Аси, да, Абау, который жил в Кесарии, в резиденции римских наместников в очень хороших условиях, и имел власть, например, даже авторитет среди римских наместников. Но затем настали тяжелые времена, и следующее поколение мудрецов называется спустившийся. Не опустившийся, а спустившийся. Почему спустившийся? Что значит спускаться? Они уехали из Израиля, да? Помните, я говорю, в это время многие уехали из Израиля, и они уехали в Вавилоне. Поэтому переезд из Эрес-Израиль в Вавилоне называется спуском. Это были Рави Ула, да, Иермия и так далее. Они переехали в Вавилоне. Теперь вавилонские амараи. Вавилонские амараи самые главные были Арав и Шмель. Арав, да, Арав, он был также Рав-Абу, или просто Рав. Он был ученик Раби Хии и уехал из Израиля в Вавилонию. И второй был Шмуэль из города Ни-Ардеи. Рав и Шмуэль. Вот эти два человека создали две школы. Это вы запишите. Одна школа, и Шива такая, была в городе Сура. А вторая, которую организовал Рави Шмуэль, она сначала была в Ни-Ардеи, но Ни-Ардея была разрушена военачальником Польмирии, и они поехали в Победиту. Итак, первая школа в городе Сура. Рав, просто Рав, руководил. Он настолько великий, что его просто назвали Рав. А вторая школа, Шмуэль, основал в городе Пумбедита. Ну, вначале я говорил Ни-Ардеи, он сам из Ни-Ардеи, но потом и поехали в город Пумбедиту. Вот эти две школы назывались Метивтами. Метивта. Метивта одна школа, да, но было их две школы. Обучение происходило таким образом. Какое-то количество учеников находилось в этой школе, да? Ну, выпускники или другие мудрецы, они жили у себя дома, они учили у себя дома, но два раза в год они приезжали на сессии. Это происходило в месяце Адари и в месяце Элуль. Потому что по тому календарю в эти месяцы как раз прекращались сельскохозяйственные работы. Поэтому каждую такую сессию в конце они задавали определенные вопросы, да, записывали эти вопросы и размышляли над этими вопросами. То есть они знали, какая будет тема следующей сессии. Когда они приезжали на сессию, у них уже были определенные материалы, да, и, так сказать, симпозиум, да, вообще симпозиум это совместная жрачка, но в данном случае в Метивте были что? Были размышления над этими всеми вопросами, да, и все это, что делалось? Записывалось. Поэтому, по сути дела, Гемары, это представляет собой как бы запись протоколы мудрецов этих школ, да? Итак, первая школа, Сура, вторая город Пумбедита. Пумбедита. Слово Пумбедита, да? И называются эти школы Метивтами. Да, и, наверное, там ели Метитей. Этих Метивтах, да? Да, это шутка. Хорошо. Итак, они собирались два раза в год на определенные сессии или симпозиумы, да, и рассуждали по разным вопросам. И все эти протоколы в собрании записывались. И они послужили уже к тому, что было записано Гемара. 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 Был такой Равина Первый. То просто Рав, а еще Равина Первый. Вот его ученики уже собрали все эти рассуждения, и какой получился Талмуд? Вавилонский, да? Значит, Талмуда два, еще раз говорю. Потому что две Гемары. Гемары – это рассуждения по поводу Мишны. Одна писалась в Израиле, да, называлась Иерусалимская, хотя не в городе Иерусалиме, ну, так, по традиции. А вторая – Вавилонская. Хотя в то время Вавилонского царства уже не было, да, будет Ирак и Иран, но традиция все равно продолжает называть их Вавилонской. Хорошо. И какой Талмуд более полный? Более полный Вавилонский. Потому что, да, те люди, которые уехали, да, они спустились в Вавилонию. Да, мадрецы уехали в Вавилонию. Хорошо. После них, и мы говорили 500-й год, да, 500-й год. После них были Савараи. Савараи. Савараи означает что? Комментаторы. Комментаторы. Савараи, комментаторы. То есть, комментаторы не занимались новым ничего, да? Они только исследовали и собирали все старое. И мы говорили, одна из группов Савараев получила название как Масареты. Что сделали Масареты? Придумали голосовки, да, собрали, вот сделали уже Сидур. Сидур в таком виде, да, как вот мы видим уже. Вот, потом еще дополнился Сидур двумя видами Сифарской и Ашкинаской. Но, в основном, уже они это сделали. Они сделали и редакцию Мишны, и редакцию Гемары, и уже окончательно Танах тоже обработали, да, согласовками. Разделили на главы, разделили на стихи. И так как этот процесс шел параллельно, то в основном в Танахе мы видим разбияние на главы и стихи, да, и в Библии европейской, христианской, и в еврейской почти одинаковые. Есть разные, да, немножечко варианты, но почти практически одинаковые. Но это сделано для удобства, для удобства, чтобы евреи и в Европе, и в Азии везде могли сделать. Вот поэтому были, существовали разные, значит, традиции, да, разные, по-разному делали разбиение на главы и так далее. Все это они свели, унифицировали, и таким образом их работа довольно серьезная. Хотя там не было таких выдающихся мудрецов, которые что-то придумывали новое, да. Вот, и так, значит, почему два Талмуда? Значит, первая причина, мы говорили, это политическая причина, да, потому что евреи не могли долгое время находиться в Израиле. И экономическая причина, потому что еврейские мудрецы в Израиле жили как? Богато или бедно? Бедно, да, им приходилось собирать деньги из других районов. А в Мавилонии евреи жили богато или бедно? Богато. Даже ислам, даже ислам до крестовых походов практически не повлиял на еврейскую традицию. Мы будем говорить еще об исламе. И в то время, в общем-то, евреи себя чувствовали вполне как? Комфортно, да? В то время, как на территории Израиля относился к Римской империи, евреи чувствовали себя очень нехорошо, да? Ну, естественно, они переехали туда. Поэтому, значит, вторая причина была экономическая. И мы говорили, что есть Иерусалимский Талмуд, он менее полный, он менее подробный, да? Вавилонский, он более, да, он более подробный, он более интеллектуальный. Он более интеллектуальный. Значит, Савараи или Сабураи, это переводится редакторы, да, редакторы, и они уже редактировали Талмуд, так? От слова Савар, обдумывать, это арамейское слово. Комментаторы. Да. Комментаторы или редакторы, да, комментаторы, редакторы. То есть, они окончательно уже довели до нормы, да? Окончательно отшлифовали. Следующее, Гаон. Гаон. Гаон, да. Мы говорили, Гаоны, это что означает? Гений, выдающийся ум, мудрец самого высокого уровня. Гаоны. Ну, первыми Гаонами, наверное, были вот те, кто жили в Суре и Пумбедите. Школа в Пумбедите, она существовала 800 лет. Школа в Пумбедите существовала 800 лет. И они съезжались на сессии, которые назывались Ярхей-Кала. 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 Ярхей-Кала – это сессия. Сессия. Один из таких Гаонов – это был Рав Саадия Гаон. Рав Саадия Гаон. В это время, мы уже говорили, значит, примерно после 500-го года нашей эры, а Рав Саадия Гаон, значит, родился в 882-м году, вот где-то 700-е годы, 500-е годы, да, вот такие возникли течения Караимы. Это были протестанты своего рода, да, еврейские протестанты можно назвать Караимы. Вот, был такой Анания, раби Анания, который первый сказал, ребята, ну чего мы наделали? Посмотрите на этот Талмуд. Это же вообще нечто невообразимое, это представить себе невозможно. Будем проще. Давайте так, будем только читать что? Танах. А раз мы будем только читать, мы будем, как называться? Караим. Одно название, да, Караим, другое их название – Микрейтора. То есть читатели. Читатели Торы. И эти ребята жили как раз, вот где-то с 5-го по 7-й век, да, они жили в Вавилонии. И они создали свою систему толкования. Очень простую. Читай, размышляй. Если решил, то делай. И каждый человек имеет право сам понимать свою глуху, составлять из Торы. Лишнего ничего добавлять не надо. Хорошо это? Хорошо. С другой стороны, они даже уже, как сказать, переклюнули фарисеев. Потому что, если сказано не зажигать одни, а в субботу, да, есть такая заповедь, так они решили, что вообще в субботу не должен огонь гореть. Поэтому, если у евреев в субботу горели в субботе и свечки, у ортодоксальных евреев, то у караимов в субботу они сидели в темноте и в холоде. Потому что в субботу, уже ничего не надо грехать. Если, что такое хамец, да, ну, опять-таки, есть более упрощенное, есть более суровое толкование. Хамец – это то, что из зерна подвергается закваске, да, путем дрожжевания, так сказать. То есть различные злаковые культуры. Но сказано, ничего у вас хамеца, значит, ничего квасного не должно быть. Стало быть, квас или, допустим, квашеная капуста – это хамец. Да? Поэтому от ортодокса сделали такой тест. На Пасху дают покушать, считались эти люди еретиками с точки зрения фарисейского иудаизма, да? Поэтому они давали буряк и квашеную капусту. Ну, вот это вот с них-то то, что называется винегрет. Винегрет. На оливковом масле такое же, только еще там с добавлением мяса. Олия падрида называется в Испании. Мы будем про испанскую традицию тоже говорить. А по-нашему винегрет. И вот если этот винегрет кушал человек, значит, он нормальный. Если он не кушал на Пасху, значит, он еретик. Бей его, товарищи, камнями. И тут как раз получилась такая неприятная вещь. Евреи вошли в революцию. В революцию, которую придумали Персии, был такой Маздак. Он совершил первую коммунистическую революцию в Персии. Плоть с национализацией всего. И в том числе жен национализировали, приватизировали. Так сказать. Зерно в амбарах и все. Но потом, когда все раздали, оказалось, что богатых не стало, все стали бедными. Потом он начал проводить просто разверстку, проданно, лох. Все точно как у коммунистов, но так он продержался 18 лет. После его смерти началась жуткая реакция. И так как многие евреи, участвующие там, как раз были из этих караимов, их выслали на Кавказ. Это примерно произошло к 700 году н.э. И до этого караимы это кто были? Евреи, да? По происхождению. Но на Кавказе они встретились с другой группой, с тюркским народом хазары. И поэтому после этого караимы стали у нас ассоциироваться с кем? С хазарами, да? И сейчас настоящих таких вот караимов по религии значительно больше. Вот. Их несколько, даже до десятка тысяч, а хазаров, именно крымчаков, чуть больше тысячи. Чтобы вы понимали, что есть разница между этническими караимами, да? И караимы как религии. И против караимов выступил Саадия Гаон. Еще раз говорю, караимы в точности, как говорили, то же самое, что говорил Мартин Лютер, да? Мартин Лютер что говорил? Только благодать, только Библия, да? Только Библия, только Танах. Это традиция караимов. Интересно, что караимы, их учения и их традиции очень близки к христианским традициям. Поэтому некоторые исследователи считают, что караимы, это, в общем-то, были ранние христиане. Вот как-то это... Да, немножко запутался вопрос. Но очень интересно. Я вам о караимах буду рассказывать отдельно. Саадия Гаон, он выступал против караимской ереси. Кроме того, Саадия Гаон... Мы сейчас говорим о ком? О Гаонах, да? Гаонах. Саадия Гаон. Он родился в 882 году нашей эры. В городе Фаюси или Питом. Фаюси или Питом. Значит, изучал Танах, Талмуд, грамматику, риторику. Хорошо разбирался в арабском языке, в арабской философии. В это время уже был ислам? Да. Был ислам. Вот. И поэтому он еще изучал арабский язык. И арабий Саадия перевел Танах на арабский язык. Арабий Саадия перевел Танах на арабский язык. Кроме того, арабий Саадия видел, что иврит уже начинает исчезать. Чтобы люди знали иврит, он создал учебник иврита. Параллельно арабский и иврит. И это иврит как сифарский язык, да? Он близкий был именно к арабскому языку. И когда возрождали иврит, пользовались сочинениями Саадия Гоуна. Саадия также является автором книги, которая называется «Айгарон». «Айгарон», что означает «сборник». Это было исправление литературного и разговорного иврита от наслоившихся со временем искажений. Айгарон, сборник, это было исправление литературного и разговорного иврита от наслоившихся последствий искажений. Он выделил корневую структуру еврейского языка, основные грамматические, лексические, морфологические формы. То есть то, что мы сейчас изучаем, бедяны, глаголы и так далее. Хорошо. Значит, о масаретах. Значит, масареты, первое, мы говорили о гласовке. Некуда. Множественное, некудот. Кроме того, они придумали знаки кантиляции. Вот если вы возьмете Сидур или Танах, масаретский текст, вы там еще увидите вот такие вот. Они не похожи на гласовки, да, но это знаки кантиляции. То есть есть такая запись текста, тут нет абсолютно нот, но есть повышение, повышение, изменение интонации. Да, и вот эти знаки кантиляции. Но они некоторые вещи исказили. Ну, например, текст Салма 21 дробь 17. Это, помните, пронзили руки и ноги мои, да? Вот. Ибо псы окружили меня скопище. Злых обступило меня, пронзили руки и ноги мои. Слово КААРУ называется пронзили. КААРУ. Но то же самое буквы, только они измелили огласовки. И получилось КЕАРИ. КЕАРИ. АРИ – это лев. Получилось как львы. КААРУ пронзили, да? А КЕАРИ – это львы. Поскольку львы не терзали Ишуа, стало быть, этот псалом не относится к Ишуа Мессии. То есть, это нарочно было искажено. И, помните, мы говорили, что ГАОНы, они занимались ответами. Но так как это было очень сложно, то возникли причины для кодификации калмута. В это время были две традиции уже. Сефарская и Ашкенадская традиции. То есть, Вавилонская традиция, она оставалась само собой. Но в Европе евреи разделились на две большие группы. Ашкеназы – это кто мы говорили? Евреи, которые про родину евреев Германии. Да, Ашкеназ означает Германия. У них даже другой язык, да, иидыш развился. Другая структура произношения мы видим. Даже вот когда изучаем, я говорю так по-ашкеназски, так по-сефарски. Не думайте, что я совершенно знаю евреи. Я тоже учился, но слава богу, и мы учимся вместе. Поэтому иногда некоторые вещи мне трудно. Я так интуитивно беру. Помните, вы пробовали склонять кое-что. А сефарская традиция, она близко с арабской традицией, с одной стороны. И с другой стороны, она близко с латинской традицией. Потому что сфарат – это Испания. Язык ладина, да. И много общего с арабским. И возникли две культурные традиции. Они немножко похожи, но и в значительной мере отличаются. Итак, причины кодификации Талмуда. Первое – сложность понимания Талмуда. Талмуд очень сложный, правда? Да. Сложность понимания Талмуда. И чтобы овладеть Талмудом, надо быть каким-то очень большим мудрецом. Но нужно жить практически. Правда? Вторая причина – это появление секты караимов, я уже говорил. И необходимость борьбы с караимской ересью, как называли, караимской ересью. То есть, нужно было просто изложить традицию устной торы, чтобы каждый знал конкретно, что ему, когда и как делать. И третье – это широкие масштабы рассеяния еврейского народа. Мы уже говорили, что респонсы, они не справлялись. То есть, респонсы, отвечающие, да? И в латинском языке, и по-моему, по-моему, по-молдавски, да, респондеры. В результате рассеяния. Да, в результате рассеяния. Они просто не справлялись со своей работой. И поэтому нужно было, чтобы каждый равен. У себя имел хорошую книжечку, которую мог открыть и дать ответ на любой вопрос, да? Хорошо. Первые такие галактические установления приписывает Раве Ехудаю Гаону, который возглавлял Ешиусуры в 757-761 годах. Назывался Галахот Псукот. Что такое галактические установления переводится? Галахот Псукот. Пасук – это как бы часть постановления Параров. Ну, я бы сказал, Пасук, скорее всего, как Параграф. Пасука, да. Пасукот – множественное число. И в книге рассматриваются только такие проблемы, которые сохранили актуальность после разрушения храма. То есть вы сами понимаете, что есть вопросов вообще мы не можем использовать. Зачем лишнее забивать себе голову, да? Следующий арабий Шиван, живший в Басрии, это в Ираке, написал Галахот Гдалот. Это уже большая книга Галахот. То было Галахот Псукот, то есть те практические вопросы. Галахот Гдалот – это уже большая Галаха, она объявала, так сказать, все вопросы. Дальше у сефардов и ашкеназов были разные традиции. Раби Ицхак бен Яков, мы уже говорили, под названием Альфоси, сокращенно Риф. Вы знаете, что Рабины есть сокращение, да, Риф? Раби Ицхак, Эльфоси, Риф. Он написал книгу Сефер Галахот. Сефер Галахот – это книга, которая собрала всю Галаху в практическом аспекте. Там не было долгих рассуждений по поводу, да? Там что вопрос и что нужно делать по этому вопросу. И это была первая кодификация Талмуда. Мы говорили, это около 1100 года нашей эры, да? Он жил с 1113 по 1103 год, если кому интересно. Мы примерно 1100 год. Рамбамм. Раби Баше бен Маймун. Он такой великий учитель, что говорят от него, от Маше до Маше не было такого Маше. Значит, не путайте, был Рамбамм на конце, да? И Рамбанны на конце. Рамбамм, Раби Маше бен Маймун. Он родился в 1135 году в Кордове. Кордовы тогда кто были? Арабы, да? Вы помните, только на севере Испании сохранялись христианские княжества. И он вскоре после рождения фанатика, после его рождения, из-за фанатика, из-за притесления фанатика, семья покинула родной город. И он был вынужден их переехать, значит, в Фесс. В Фессе уже существовала такая определенная школа, да? Вот, Фесс – это Мавритания, на севере Африки. Но затем и из Фесса он переехал в Каир. У него был брат, купец, очень богатый купец, который владел несколькими кораблями. Но этот брат, он создавал его деньгами, чтобы, естественно, его умный брат Маше мог выучиться Торе, да? Мог хорошо быть врачом, также он изучал медицину. Но этот брат погиб в море. Поэтому пришлось рабе Маше бен Маймуну, или Маймониду, заниматься и своей семьей, и семьей брата. И тогда они переезжают в Каир, где ему предлагают стать придворным врачом. И день рабочий начинался задолго до восхода солнца. Это там 3, 4, 5 часов. 5 часов он вставал. Вроде как я 5.30 встаю, а теперь по переносу времени 4.30. И шел во дворец. Во дворце он там где-то был до 3, до 4 часов дня. Он лечил царя, он лечил из придворных царя. Затем он что шел? У него была частная практика, где-то часов до 6, до 7 вечера. Потом он еще шел на вечернее, как говорится, собрание. И там комментировал Тору местным мудрецам. Затем где-то часов в 12 он начинал, садился и писал сам. Ложился в 2 часа ночи. В 5 часов утра опять вставал. Вот такая у него была серьезная жизнь. И в то же время он написал очень много сочинений. И рабе Маше бен Маймун написал Мишне Тора. Кроме того, он собрал, значит, все заповеди, о которых... Сефер Митцвот, это книга заповедей, мы уже говорили. И сколько посчитал Рамбам заповедей? 613. Так как он был врач, у него какой был? Мистический или реалистический ум? Реалист. Да, так же, как и я. Бог есть объективная реальность, данное нас ощущение. Есть Торы и есть понимание Торы. Да, без всякой мистики. Поэтому Рамбам, он кто реалист. Напротив другой, Рамбан, рабе Маше бен Нахман. Он жил в городе Герона, в Каталонии. Поэтому его еще называли Аль-Герони или Аль-Жерони. Потому что он был с города Герона или Жерона в Каталонии. И этот человек, когда мы будем изучать Кабалу, вот он был мистиком. И самое известное, в 1263 году ему пришлось принять участие в публичном диспуте с христианами. Кто помнит, мы подробно разбирали этот диспут? Помните, да? Очень интересный диспут. Его до сих пор сейчас используют в пику христианству. Но если мы правильно будем разбирать, то мы поймем те ошибки, которые совершил Педро Христиани. Петр его назвали, тоже у него было еврейское имя. Педро Христиани. Но его назвали еще Падло Христиани. Потому что он преследовал евреев. И победил Рамбан. Но победить-то он победил. Но чтобы не попасть в инквизицию, пришлось ему что? Бежать, да? Вот. И позднее, значит, он эмигрировал в Эрис-Исраэль. Похоронен в городе Акка. Похоронен в городе Акка. И вот между последователями Рамбама и Рамбана началась война. Началась война. Так, Рамбан жил с 1194 года по 1270 год. Довольно долго жил. То есть он чуть позже жил, чем Рамбан. И вот между последователями Рамбама и Рамбана началась война. Она продолжалась почти 100 лет. И в одной из центральных площадей Парижа в 1283 году произошло сожжение книг Рамбама. То есть сами евреи сожгли еврейские книги. И это так понравилось христианам, что после этого они начали собирать разные еврейские книги и сжигать. Да? То есть кто первые начали? Евреи. Евреи. Вот так, к сожалению. Рамбама. На одной из центральных площадей Парижа. Через несколько лет после акта сожжения, учиненной евреями над еврейской книгой, происходит следующее. Лидеры церковного клира, долгое время пытавшиеся убедить монаха в том, что Талмуд, якобы полон ужасных нападок на христианство, добивается своего. Король подписывает указ об аутатафе юридического пасхаля. Лукописи Талмуда, конфискованных еврейских общинах, свозятся на телегах в Париж и предаются огню. В том самом месте, где была сожжена книга Марэ Невухим. Это наставник для колебящихся. Вот такая происходит интересная история. Были еще Раби Шлома бен Адерит, сокращенно Рожба, Рабейну Ашер, сокращенно Рож. Мы сейчас о них наварить не будем. Да, следующее вы говорили, кодификация Талмуда, да? Это Шульхан Арух. Раби Йосиф Коро. Он тоже был каббалистом, родился в Испании в 1488 году, умер в Цфате, в городе Цфат. Он и организовал там школу каббалистов в Цфате. 1575 год. Поэтому мы ставим примерно дату 1600 год, да? Он написал книгу Шульхан Арух. Шульхан Арух и было деление на чьи части? Арах Хаим, Йоре Дея, Эвен Эзер и Хашен Мишпат. Арах Хаим – это образ жизни означает, объединяет правила ежедневного поведения и законы субботы. Йоре Дея – учитель мудрости, посвящена кашрутам, обрезанию, трауру и так далее. Эвен Эзер – скала помощи – это положение о браке и о рожезводе. И последнее – Хашен Мишпат, знак суда, был посвящен судопроизводству и различным имущественным отношениям. Еще были такие выдающиеся, но это даже скорее поэты и философы, Соломон Ибн Гибрюль. Соломон Ибн Гибрюль, он получил еще арабское название Авицеброн. И самое интересное, что только в XIX веке узнали, что Авицеброн был не арабом, а был евреем. Я недавно посмотрел фильм «Судьба», очень интересный о этом периоде времени. И написал он Кетер Малхут, царский венец. Это сборник прекрасных ярких стихов, воспевающих Бога, мир. И он много написал стихотворений, философскую поэму «Источник жизни» и так далее. Игуда Галеви. Игуда Галеви тоже замечательный поэт. Ибн Гибрюль жил с 1021 по 1070 год в Испании, в арабской части Испании. Игуда Галеви с 1085 по 1140 год. Он написал песни Сиона, Ширей Цион. И многие из них вошли в литургии еврейского богослужения. А также он написал интересную книгу, которая называлась «Сефер Кузари». Книга Хазара. Это как бы рассуждение хазарского хана, который хочет принять иудаизм, да, и иудейского раведа. В таком стиле диалога написано. Ашкенасская традиция. Ашкенасская традиция. Рабейно Гершом. Гершом. Жил, значит, с 960 по 1028 год. Он настолько был важным комментатор, что его еще называли Маор Агала. Светоч изгнания. Он ездил в Вавилонию, чтобы пополнить свои знания у вавилонских мудрецов. И вернулся в Германию. Он жил в Германии. И открыл Ешиу в городе Майнце. Жил он в Германии в городе Майнц. Вот он первый, который сказал, и очень мне нравится его постановление, что любая группа евреев, эда, этническая община, любая эда имеет право устанавливать свою аллаху. Мне, как мессианскому еврею, это очень нравится. Что, заканчиваем еще? Нет. Запрещало? Не показалось. Хорошо. Вот он также занимался рядом практических вопросов. Вот, например, он ввел запретное многоженство. Говорят, это сыграло его личную жизнь. Такую роль. Помните, я вам говорил, что иероглиф, две женщины под одной крышей, означает неприятности. Вот такая ситуация была у него. У него была жена старая, мудрая и молодая. Да, кроме того, что он изучал Тору, у всех евреев были какие-то профессии, да, еврейских мудрецов. Он, как сказать, был министром финансов. Министром финансов, да, у императора Священно-Аврейской империи. И после того, как у него обнаружили растрату, говорят, его подставили специально, да, и занималась этим молодая его жена, которая имела любовника из аристократов немецких. Старая жена его выручила. Ну, там есть легенда, что она пустила по шелковичной нитке червяка, потом веревочку спустили, потом канат. Ну, я так думаю, скорее всего, вопрос сделали все деньги, и ему удалось избежать. После этого он заявил, товарищи, у еврея с этого момента и до конца жизни будет только одна жена. Все. Кроме того, например, такие вопросы развода. Часто мужчина уходил куда-то, да, и женщина оставалась неизвестна, безвести пропал, да. Ни жена, ни вдова, и второй раз выйти замуж не могла. То есть, он эти все дела правильно сделал. Да, по вопросу гета, развода, он, в частности, первый в тайну переписки, то есть, специальным постановлением, он постановил, что нельзя скрывать чужие письма. Евреи – народ любопытный, вы знаете, да. Кроме того, евреи, когда часто путешествовали, я уже говорил, как возникли вот эти все акции, векселя, да, они с собой денег не брали, чтобы их не ограбили купцы, да, а были долговые обязательства, да, векселя, акции и так далее, по которым определенный банк обязывался оплатить это. Ну, вот такие вот все вещи, он практически этим занимался. Хорошо. Его ученик, раби Гершома, раби Шлома бен Ицхак. Раби Шлома бен Ицхак, или сокращенно, Гра-ши. Раби Шлома бен Ицхак. Он жил в городе Труа. В городе Труа – это на юге Франции. Да? Вот. И занимался его, его бизнес – это было виноделие, поскольку город Труа находился в провинции Шампань. То есть, занимался шампанским. Но он комментировал, помните, Тору, да? И его дети, и его внуки комментировали Тору. Хорошо. Дальше придумали специальный шрифт Рашид, которым можно писать комментарии Тора. Маориль, мы еще будем о нем говорить, имя Маораль, это был в Праге, каббалист. И в XVI веку центр ашкенадского еврейства перемещается в польско-литовское государство. Польско-литовское государство, которое к этому времени объединяется. Как называется? Речь Посполитая. Это искаженно. Жечь Посполитая – Польская. Сейчас есть Жечь Посполитая – Польская? Есть нынешнее государство Польская – Жечь Посполитая – Польская. Третья по счету. Третья по счету. Первая Жечь Посполитая – Польская. Существовала до раздела Польши в XVIII веке между Россией, Австро-Венгрией и Пруссией. Жечь Посполитая – Польская – Жечь Посполитая – Польская – II была основана в 1918 году и прекратировала существование в сентябре 1939 года. После 1945 года – Жечь Посполитая – Польская – III и в настоящее время. И создается особое искусство преподавания Талмуда, которое называется Пилпуль – перец. Это вот такой своеобразный спор, когда предпосылка одного спора переходит во второй, потом вывод второго спора является предпосылкой для третьего и так далее. Раби Шалом Шехна. Раби Шалом Шехна жил на Волыне. И он участвовал в Совете Четырех Земель. Совет Четырех Земель – это Великая, Малая Польша, Литва и Волынь. По-еврейски назывался Ваат. Ваат. Ваат, Совет Четырех Земель. Евреи этого времени имели право на самоуправление. Они считались личной собственностью польских королей. Никто не имел права судить еврея, кроме еврейского суда. Это было довольно высокое положение у евреев. И его ученик Раби Маше Исерис. Раби Маше Исерис с 1530 до 1573 год. Это был главный равен Кракова. Сокращенная аббревиатура – Рама. Рама написал Мапу. То есть скатерть для вот этого Шульхан-Арух. То есть Мапа – это ашкенадская традиция. Ну, дальше традиция переходит к хасидам. О хасидах мы будем говорить отдельно. А на следующем уроке мы поговорим о Кабале. Сейчас у нас период.